Накануне Тверскую область посетил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев. В ходе рабочей встречи он проинспектировал строительство двух мостов через Волгу, каждый из которых имеет стратегическое значение для Верхневолжья. Кроме того, в столице региона он побывал на вагоностроительном заводе, где ознакомился с производством, а также наградил лучших сотрудников предприятия. За всем лично наблюдал Роман Быков. Не будет преувеличением сказать, что основным объектом последнего этапа строительства северного обхода Твери является мост через Волгу. В целом здесь уже построено 17 путепроводов и мостов, включая два через Тверцу. Еще 11 таких объектов возводятся максимально активными темпами. И переправа через главную русскую реку не исключение. Сделано три этапа надвижки, надвинуто 347 погонных метров. 7 апреля мы планируем четвертый этап надвижки. Еще порядка 100 метров мы надвинем. Это будет предпоследний этап надвижки. В середине апреля мы планируем завершить надвижку пролетного строения. Количество работников, задействованных только в строительстве Волжского моста, составляет около 300 человек. Работы ведутся круглосуточно. Вот эта вспомогательная конструкция называется шпрэнгель. Она закреплена на пролете моста и будет двигаться вместе с ним, когда произойдет дальнейшая надвижка. Она нужна для того, чтобы предотвратить, как говорят, скручивание конструкции. Попросту говоря, чтобы пролет не накренился в ходе надвижки ни вправо, ни влево. И когда весь пролет достигнет седьмой опоры, она видится вон там, за моей спиной, ее демонтируют. Хотя трасса М11 и является платной, но при реализации проекта строительства северного обхода Твери предусмотрены оптимальные решения трассировки с точки зрения социально-экономического эффекта для развития всего нашего региона и учета интересов местных жителей, а также сохранения экологического благополучия территории. Если говорить про развитие Северо-Востока области, это новые возможности для инвестиций, для развития территории, которая сегодня нуждается в более активном экономическом развитии. Соответственно, у нас уже формируется устойчивый коридор, то, что курирует непосредственно министр. Это Ярославская, Вологодская область и Тверская область. Еще одним важным объектом визита стал другой мост, Западный, который возводят непосредственно в областном центре. Как известно, это масштабный проект транспортной инфраструктуры, имеющий большое значение для развития столицы Верхней Волжи. Он реализуется при поддержке правительства нашей страны и президента Владимира Путина лично. Объем финансирования достаточно большой. 18 миллиардов 700 миллионов рублей, из которых 15 миллиардов 200 миллионов составят федеральные средства. Развитие России связано с территорией, оно во многом связано как раз с транспортно-логистическими коридорами, с нашим развитием. И в данном случае данный мост, который строится по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, он является связующим звеном, который поможет и области, и городу в дальнейшем развитии территории. Я считаю, что такие знаковые объекты мы с Игорем Михайловичем обсуждали сегодня. Он во многом внесет определенный ритм жизни для города. Работы здесь также идут высокими темпами. Задействовано 280 человек и 68 единиц техники. В настоящее время идет укрепительная сборка первого пролета. Выполнен значительный объем надвижки левой части по направлению к пролетарскому району. Затем начнется ее опускание на опоры. Уже в 2024 году планируется сдать этот мост с подходами и развязками, а также путепровод в створе улицы Фрунзе. Завершающим пунктом поездки стало посещение Тверского вагоностроительного завода. Глава региона и руководитель Минтранса осмотрели Центр управления производством, а также ЦХ. Виталию и Савельеву рассказали об успехах завода в импортозамещении. Затем состоялась торжественная церемония вручения наград лучшим сотрудникам ТВЗ. Ваш завод один из старейших в отрасли, он динамично рос, развивался вместе с отечественными железными дорогами. Сегодня на заводе работает 7,5 тысяч высококвалифицированных специалистов. Предприятие бережно хранит лучшие традиции и гордится трудовыми династиями. Вы без преувеличения цвет транспортного машиностроения России. Сегодня ваша работа видна и очень важна для нашей области и, конечно, для всей Российской Федерации. Хотим поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку нашего завода. Когда были самые непростые времена, то президент лично приезжал, знакомился с работой предприятия. После награждения Виталий Савельев и Игорь Руденя побывали в новом цеху опытно-экспериментальных исследований, открытом в сентябре прошлого года, а также на выставочной площадке Тверского вагоностроительного завода, где представлена готовая продукция предприятия «Электропоезд» и «Волга-4.0», а также новенькие двухэтажные вагоны. Продолжение следует...